Злоумышленник успел наведаться к нескольким потерпевшим. Четвертый по счету визит стал для него последним. На лестничной клетке он был задержан оперативниками уголовного розыска. Но ключевая роль в этой истории была у жительницы Саратова Виктории Алексеевны, которая сама едва не стала жертвой мошенников, а в итоге помогла полицейским задержать курьера. И так все началось с тревожного звонка. В 13.30 раздался телефонный звонок по-домашнему. Я подошла, подняла трубку, в трубке раздался детский плач, такой рыдающий прям плач. Бабушка, бабушка, помоги мне, бабушка, помоги. И тут, значит, вступила в диалог со мной женщина, вот эта вот следователь. Она говорит, ваша внучка переходила место в неположенном месте, то есть через дорогу, и попала в аварию. Сейчас она находится в городской больнице, в перевязочной. И тут опять раздается детский плач рыдающий. В это время, как какое-то совпадение, как раз и заходит сын в дверь. Приехавший на обед сын потерпевший, сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, сразу же понял, что его мать пытаются обмануть мошенники. Он убедил ее подыграть злоумышленникам, которые попросили 300 тысяч за спасение внучки, и пообещали прислать курьера. Сын потерпевший контролировал переговоры. Только он у меня вот так кивал, да? Вот так говорит, нет. Да? И я быстро, быстро соображала, что дальше, быстро говорить. Курьер приехал быстро. На лестничной клетке, этажом выше, чтобы не спугнуть раньше времени, его ждал сын пенсионерки и трое оперативников уголовного розыска. И тут этот парень стоит, стоит в маске, молодой мальчишка. А у меня еще пока конверта не было, я ему говорю, сейчас постой, постой в коридоре, сейчас я возьму конверт. Я говорю, у меня в спальне он, сейчас я принесу. Он стоял, ждал, не уходил. Я вышла с этим конвертом на площадку, вот, он мне, значит, рукой-то мне вот так говорит, давай его сюда. И тут поднимаются богатырии. Первый сын и эти трое. И они его тут в углу, прям в углу на площадке скрутили. Курьер мошенников стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. За каждый свой визит ему предстоит отвечать по всей строгости закона. Не делайте так никогда, ребят. И простите меня, люди, которых я обманул. Схема, попавшая в ДТП, родственник больше нацелена на пожилых людей. Преступники давят на самое больное место, убеждая, что страдают дети или внуки. Если вам позвонили с неизвестного номера и сообщили о том, что родственник попал в беду, прежде чем предпринимать какие-то действия, положите трубку и попробуйте с этим самым родственником связаться. Потом позвоните в полицию и расскажите об этой ситуации. Не передавайте аферистам деньги и пароли от карт.